16 часов в Одессе, в прямом эфире новости. Меня зовут Екатерина Поденежина. Здравствуйте. Перераспределили нагрузку. В Приморском и Малиновском районах внесли дополнительные изменения в перечине избирательных участков. В частности, количество голосующих человек уменьшили там, где их число уже приближается к критическому. Пределом считается 2500 избирателей на одном пункте. Что касается размера участков в Одессе, то самых маленьких немного, там до 500 избирателей, а в больших не более 2,5 тысяч. Напомню, выборы в местные органы власти состоятся 25 октября 2015 года. Первокурсники Одесской военной академии сразились с боевой машиной пехоты. Учения проходят на полигоне в Чебанке. О том, как готовят будущих офицеров, знают наши корреспонденты. За кумулятивное пространство, вы видите в разрезе, оно так в боевой гранате и есть. Необходимо для того, чтобы разогнать струю саму кумулятивную, прожечь, продавить эту броню, нанести уражение боевому отсеку. Первокурсникам Одесской военной академии инструктор рассказывает об устройстве гранаты, которое им буквально через час предстоит сразить боевую машину пехоты. После теории тренировочные броски. И вот бетонный окоп на молодых людей едет бронетехника. Стрельба из автомата, бросок гранаты и спрятаться от металлической громады ниже уровня земли. Стрельба из автомата, бросок гранаты и спрятаться от металлической громады и спрятаться от металлической громады. На полигоне уже полторы недели фактически сживут первокурсники из военной академии. Проходят занятия по вогневой подготовке, проходят занятия по тактичной подготовке, по одиночной подготовке, тактичной, по напрямкам, по специальностям, так как у нас есть четыре факультета, которые навчают особый склад. Проходят обкатку танков, психологическую полосу. Готуем просто человека, как вы увидите его морально-диловую якость. После окончания курса молодого бойца будущие военные принесут присягу. Более подробно об учениях и подготовке на военном полигоне смотрите в субботу в итогах недели с Еленой Крылатовой. Александр Полуев, Андрей Кульба, Седьмой канал. Пришлась по размеру дюка до решилье одели вышиванку. Подготовку ко Дню независимости Украины организаторы фестиваля вышиванок начали с самого известного персонажа в Одессе. Интересно было творческое задание, потому что он такой парубок немаленький. На жаль, не можно ему сказать, что он, пожалуйста, одержитесь, станьте ревно. Мы вас померяем, снимем мерки и все сделаем, как нужно. Это была переважная импровизация. Сам Дюк станет первым почетным участником вышиванковой цепи. В День независимости Украины, как и в прошлом году, одесситы и гости города оденутся в вышиванки и выстроятся в живую цепь. Она протянется от памятника Дюк вниз по Потемкинской лестнице. В прошлом году цепь объединила почти полторы тысячи людей. В нынешнем организаторы акции надеются побить этот рекорд. В программе фестиваля также парад и конкурс патриотичных авто, сине-желтый велопробег, скоростное поедание вареников и многое. Очень круто, на самом-то деле. Очень креативно. Мы очень любим Украину и за такие мероприятия. А 23 августа на Приморском бульваре начнется настоящая украинская свадьба со всеми народными обрядами и традициями. В Одессе огромные пробки заставили людей самостоятельно регулировать движение. Из-за неработающих светофоров в центре города чуть не произошли аварии. Такая ситуация там с 10 утра, но сотрудников ГАИ в горячих точках не видно. Изменить положение решил обычный грузчик с привоза. Зовут его Игорь. Он почти два часа самостоятельно регулировал дорожное движение. – Долго здесь стоите уже? – Я уже где-то два часа. – Да, часа два, если не больше. – Мой чуть-чуть больше. – Герой нашего времени. – Парень молодец. Мы не могли перейти дорогу. – Вот благодаря ему мы перешли дорогу, потому что он наводил порядок. – Спасибо ему большое, потому что этот светофор не работает уже который день. И перейти невозможно. Вы видите, какое здесь движение. И с детьми, и с колясками люди. – Я напомню, отключение светофоров запланировано. Это связано с заменой контролера на Среднефонтанской площади. Православная церковь сегодня отмечает один из важнейших христианских праздников – преображение Господне. В народе его называют «яблочный спас», а еще «праздник урожая». Считается, что он знаменует приход осени, после спаса всегда становится прохладнее. Преображение – один из 12 важнейших праздников православной церкви, установленный в честь явления божественной силы Христа Спасителя своим ученикам. Для кого-то они – уличные хулиганы, уродующие фасады домов. Для кого-то – художники 21 века, создающие свои шедевры прямо под открытым небом. Спрей-арт или рисунок граффити с помощью аэрозольной краски не теряет своей популярности среди одесской молодежи. Как оказалось, это целая философия со своим моральным кодексом, идеалами и запретами. Стена заброшенного дома, баллон краски и талант райтера – это все, что нужно для создания произведения уличного искусства граффити. Для кого-то это баловство, а для кого-то целая философия жизни. Ну, примерно как-то так. Киевский райтер Вова в Одессу приехал на отдых. Гуляя по улицам нашего города, он со своей командой набрел на здание заброшенного казино под мостом на Деволановском спуске. Ребята решили оставить свою фирменную роспись в зале славы одесских граффитистов. Хотя этот термин сами художники не любят. Именно то, что я рисую, это называется граффити. Все шрифты, которые вы видите, это тоже называется граффити. Но мы на самом деле не граффитисты, не граффитеры, как нас называют. Те, кто рисует нелегально на стенах улиц – это бомберы. А те, кто рисует, допустим, биос, одесский райтер или еще кто-либо – это именно райтеры. То есть те, кто рисует на легальных местах. Занимается уличным искусством парень уже больше четырех лет. Жалуется, что сейчас творить стало сложнее, подорожала краска. Он заверяет, что для большинства его коллег по баллону граффити – это не просто увлечение. Это стиль жизни со своими правилами, целями, ритуалами. Граффити – это не просто. Это реально, как вы говорите, философия. Если углубиться, на самом деле это очень глубокое искусство. И если человек относится к нему серьезно, то с ним просто можно часами разговаривать. Для кого-то это просто рисунок. Для меня – это часть меня. Художник признается, что граффити – искусство эгоистов. Это способ показать себя и свой талант окружающим. Но даже несмотря на то, что двигателем творчества райтеров является нарциссизм, это не мешает им создавать шедевры, которыми с удовольствием любуется весь город. Серьезные уже рисунки с какими-то композициями, цветной фон. Видите, это, если присмотреться, это панорама Киева. То есть вот родина-мать, арка дружбы народов, Киевский вокзал, София Киевская, телевышка. Правильные райтеры с уважением относятся к творениям коллеги. На этот счет есть свой кодекс чести. Как показала практика, уличное граффити в Одессе процветает. И процветать, по-видимому, будет еще долго, пока не решится проблема заброшенных домов в центре города. Самое главное правило для многих, я вот от себя хочу пожелать, это изначально уважение. То есть если ты приходишь на так званый холлофейм, зал славы, то есть это считается холлофеймом Одессы, то сначала стоит посмотреть, на чем ты рисуешь. Постигали тайны настенных росписей 21 века Сергей Бандур, Олеся Повар, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. К этому часу все новости, больше информации в 18.00. Прощаюсь ненадолго, хорошего дня, оставайтесь с ним.